Привет, это Наличное мнение, программа про экономику, в которой деньги говорят сами за себя. Сегодня обсудим экономические последствия покушения на Трампа, количество российских иммигрантов, недоступность летнего отдыха и многое другое. Начинаем. Дональд Трамп, по счастливой случайности переживший покушение на свою жизнь и спустя всего пару дней ставший официальным кандидатом в президенты США от республиканской партии, был на прошедшей неделе безусловным главным героем новостных заголовков по всему миру. Обсуждали персону Трампа и экономические издания. Правда, как-то скучно это делали. Без огонька. Общий консенсус примерно такой. После неудачной попытки покушения вероятность победы Трампа на ноябрьских выборах заметно выросла, а значит финансовому миру пора делать ставки на те активы, которые могут подорожать после возможного возвращения Трампа в Белый дом. Из быстрой и эмоциональной реакции рынков стоит отметить рост стоимости акций компаний, либо напрямую связанных с самим Трампом, либо работающих в тех отраслях, которые при его президентстве ждет более мягкое регулирование, чем при Байдене. В том числе вырос интерес к акциям нефтедобытчиков и производителей оружия. Вышедшим на этой неделе интервью агентству Bloomberg, Трамп сам подтвердил верность этих ставок инвесторов. Он заявил, что намерен добиваться снижения цен за счет увеличения добычи нефти и газа, а повышения зарплат за счет контроля миграции. Бумаги компаний, производящих солнечные батареи, напротив, упали. Демократы считаются более дружелюбными по отношению к этому сектору, чем республиканцы. Кроме того, либеральный подход Трампа к криптовалютам помог немного подрасти в цене биткоину, эфириуму и прочим популярным монетам. Но это все первая и весьма слабая реакция. Основные перемены будут только после выборов, и они могут стать куда более серьезными. В отличие от Байдена и любых других президентов-демократов, республиканцы всегда выступают за снижение налогов на бизнес. Во время своего президентства Трамп снизил ставку налога на прибыль с 35 до 21%. Такой она остается и по сей день. Джо Байден в случае своей победы намерен поднять этот налог до 28%, а Трамп наоборот обещает еще одно снижение, теперь уже до 20%. В условиях постоянного бюджетного дефицита и растущего госдолга, ежегодно регистрируемых в США еще со времен Джорджа Буша-младшего, продолжение снижения госдоходов чревато ростом инфляции. В том числе и поэтому цены на золото, актив, который считается защитным при росте цен в экономике, на этой неделе обновили исторический максимум. Еще один важный для американской экономики пункт программы Трампа – углубление противостояния с Китаем. В окружении кандидата от республиканцев обсуждают планы ввести 60-процентную пошлину на весь импорт из Китая. Такой поворот событий грозит резким спадом в двусторонней торговле США и КНР, ответными мерами Пекина и большими потрясениями для многих стран мира, не говоря уже о внутреннем американском рынке, который опять-таки рискует столкнуться с разгоном инфляции из-за исчезновения дешевых китайских товаров. Сам Трамп про эту идею пока не распространяется, предпочитая заявлять о планах ввести пошлину в 10% на импорт из всех стран мира, а не только из Китая. Кроме того, потенциальное возвращение Дональда Трампа на пост президента США станет плохой новостью для развивающихся стран, полагают обозреватели агентства Bloomberg. Из-за снижения доступности американского рынка их валюты могут ослабеть против доллара США. Резюмирую. Трамп обещает больше экономической свободы внутри страны и больше заборов по ее границам. Причем не только для чужих товаров, но и для людей. Антииммигрантский настрой Трампа не изменился, что грозит экономике ростом дефицита рабочей силы. Впрочем, вспоминая первый срок Трампа, можно предположить, что немногие из его радикальных идей будут полностью воплощены в жизнь. То же самое можно спроецировать и на его обещание быстро закончить войну в Украине, которые, вероятно, предусматривают сдачу России, части захваченных ее войсками украинских территорий. Трамп много и ярко обещает, но реальная жизнь всегда оказывается сложнее лозунгов. После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россию покинули и до сих пор не вернулись более 650 тысяч человек. Это показало исследование издания «Дебел», в ходе которого были собраны данные миграционных и статистических органов почти 70 стран мира, а также заявления местных чиновников и дипломатов. Среди стран-лидеров, по числу перебравшихся туда после февраля 2022 года оказались Армения, Казахстан и Грузия, с накопленным итогом в 110 тысяч, 80 тысяч и 74 тысячи соответственно. Во всех этих странах для граждан России действуют безвизовый въезд и весьма льготные правила длительного легального проживания. В первую пятерку популярных урелакантов стран ожидаемо вошел Израиль, куда репатриировались около 80 тысяч россиян и, неожиданно, США. После февраля 2022 года, по данным Дебелл, в Америку перебрались около 48 тысяч граждан России. В России официальный подсчет уехавших после начала полномасштабной войны не ведут или ведут, но не публикуют. Но при этом чиновники по этой теме высказываются периодически. Например, президент Путин в прошлом году говорил, что, цитата, «по скромным подсчетам» вернулась половина уехавших, а в Минцифры недавно заявили, что обратно вернулись две трети айтишников. Но о каком именно количестве человек идет речь, не тот, не там, не уточняют. Может показаться, что насчитанные Дебелл более 650 тысяч уехавших — это не так уж и много в масштабах населения России, всего около половины процента. Однако, это все равно самая массовая единовременная эмиграция россиян за весь постсоветский период. До этого крупнейшей волной считался растянутый период с 1992 по 2004 годы, когда страну покинули более полутора миллионов человек. Кроме того, эта новая утечка мозгов наложилась на высокие людские потери в результате развязанной Кремлем войны, что на фоне и без того глубокой демографической ямы существенно осложняет проблему нехватки рабочих рук. Уже сейчас российские работодатели ищут их по всему свету, даже в Африке. По данным рекрутингового сервиса Headhunter, число вакансий от российских организаций для жителей Кении выросло в 39 раз, в 15 раз в Зимбабве и в 10 раз в Камеруне. Однако в абсолютном выражении речь идет лишь о нескольких тысячах вакансий. В лидерах по притоку иностранной рабочей силы в Россию по-прежнему остаются страны Центральной Азии. Но и это пока не сильно помогает справиться с кризисом на рынке труда. По оценкам Минтруда, к 2030 году в российской экономике будет не хватать почти 2,5 миллионов работников. Коротко о других интересных новостях недели. Российский Центробанк прекратил публикацию ежедневной статистики по объемам внебиржевых торгов, долларам США, евро и китайским юаням. В коротком официальном пресс-релизе Банк России объяснил это решение необходимостью, цитата, «ограничения санкционного влияния». После попадания в начале июня под американские санкции Московской биржи и Национального клирингового центра биржевые торги долларом и евро в России были остановлены. С тех пор курс этих валют к рублю ежедневно определяет сам Банк России на основе цен их покупки и продажи на внебиржевом валютном рынке, на котором торгуют в основном банки, а также брокерские и инвестиционные компании. Этот переход уже снизил прозрачность определения курса рубля, что, по мнению опрошенных РБК-экспертов, повышает риск рыночных манипуляций. Теперь данных в публичном поле будет еще меньше, что чревато резкими колебаниями курса. Однако, видимо, с точки зрения ЦБ это не так опасно, как продолжать открыто публиковать данные о том, сколько иностранной валюты в России ежедневно меняют владельцев. Солдаты нужны России больше, чем врачи или учителя, по крайней мере, если судить по объемам бюджетных расходов. По подсчетам проекта ReRussia, только за последний год с июля 23 по июнь 24 выплаты, участвующим в войне против Украины военнослужащим, а также раненым и семьям убитых составили почти 3 триллиона рублей. Точнее, посчитать по открытым данным невозможно, так как Россия не раскрывает статистику по численности своей военной группировки в Украине, а также информацию о потерях в живой силе. 3 триллиона рублей или примерно 35 миллиардов долларов по текущему курсу — это полтора процента ВВП всей России. Расходы на денежные выплаты участникам вторжения почти равны тратам из федерального бюджета на образование и здравоохранение по всей стране вместе взятым. Эти деньги привели к росту потребительских расходов во многих депрессивных регионах России. Они же отчасти виноваты в разгоне кредитования и инфляции, несмотря на высокие ставки в экономике. Всего же на войну с учетом оплаты работы военно-промышленного комплекса и обеспечения внутренней безопасности Россия в 24 году по заявлению президента Путина потратят почти в три раза больше — 8,7% национального ВВП. Западные санкции продолжают усложнять жизнь российскому бизнесу. По данным РБК, сразу несколько крупных российских строительных компаний потеряли возможность работать со своей проектной документацией из-за блокировки их доступа к облачному хранилищу данных американского разработчика Autodesk. Компания Autodesk является создателем популярных в России программ для строительства, проектирования и промышленного дизайна. Она объявила об уходе с российского рынка еще в марте 2022 года, но многие российские клиенты продолжали работать с ее сервисами через третьи страны или VPN, даже несмотря на то, что Autodesk пыталась вычислять и блокировать таких пользователей. Потеря доступа к облачному хранилищу равносильно потере всех сохраненных данных по текущим проектам, что значительно повышает риск срыва сроков строительства или подготовительных работ. В России появилась новая программа льготной ипотеки. На этот раз для молодых чиновников и пока в качестве эксперимента. С этой недели сотрудники Минфина, Минтруда, Минстроя, Федеральной налоговой службы и территориальных органов федерального казначейства моложе 35 лет смогут претендовать на почти полное покрытие государством расходов на покупку жилья. Из бюджета оплатят и первый взнос, и все выплаты по основному долгу, и даже часть процентов по кредиту. Главное ограничение — площадь покупаемой квартиры. Такие супер льготные условия распространяются только на 33 квадратных метра. Дополнительную площадь чиновник должен будет оплачивать самостоятельно. Второе крупное ограничение — количество участников программы. По плану правительства за ближайшие два с половиной года такие кредиты получат всего 90 человек, которые должны иметь особые заслуги перед государством. Впоследствии программа может быть расширена, чтобы стать инструментом борьбы за перспективных для государства сотрудников. Кадровый голод в России обещает быть долгим. Ограниченные санкциями, слабым рублем и сложностью с получением виз, все больше россиян остаются проводить отпуск на родине. Однако большинство жалуются на рост цен и не готовы переплачивать. Таковы итоги опроса проведенного консалтинговой компанией B1, агентством стратегических инициатив, фондом Росконгресс и Минэкономразвития. Подавляющее большинство опрошенных, 87%, положительно относятся к отдыху внутри России. И почти столько же из них реально в такой отпуск отправятся. Однако 74% респондентов отметили рост расходов на отдых. В прошлом году об этом сказали 69% участников такого же исследования. 80% опрошенных готовы потратить на отдых в 2024 году не более 15 тысяч рублей на человека в день с учетом всех расходов. При этом более половины респондентов рассчитывают на сумму от 1 до 5 тысяч рублей в сутки. Это крайне оптимистичное ожидание. Далеко не всем удастся найти столь дешевые варианты. По словам исполнительного директора Альянса туристических агентств, который приводит газета «Известия», в 2024 году средняя стоимость отдыха в России начинается от 70 тысяч рублей на человека. А если речь идет о поездке на море, то ценник можно умножать на 3 или 4. Проведенный в мае изданием «The Moscow Times» опрос турагентств и операторов показал, что каждый третий россиянин искал замену летним туром в Краснодарский край из-за высоких цен. По словам участников рынка, стоимость двухнедельного отдыха на двух человек с маленьким ребенком в современном отеле с питанием на Черноморском побережье Кубани в этом году достигла 300 тысяч рублей. Это более 3 тысяч долларов по текущему курсу. Так что из-за роста цен россияне стали чаще выбирать формат тур выходного дня и отдыхать в ближайших месту жительства регионах. На сегодня у меня все. Это было «Наличное мнение». До встречи через неделю.